Вчера в Умнинске стартовал первый этап первенства России по волейболу среди команд девочек 2002-2003 годов рождения. В соревнованиях принимают участие 12 команд со всего центрального региона. Из них только 6 получат путевку в полуфинал, который пройдет в марте. Традиционное построение команды приветствия участников соревнований. Без этой части не обходятся ни одни официальные встречи волейболистов в здюшор Александра Савина. Кстати, сам олимпийский чемпион не пропускает ни одного турнира и является их почетным гостем. Мои пожелания вам. Первое. Зал большой. Видите, мы-то начинали маленько. Знаете, дальше будете как-то начать бояться. Никому не надо. То, что вас научили, пожалуйста, здесь, я говорю для всех, выдайте игру, которая вам была как-то хорошая. В течение всей недели в Упнинске проходит первенство России по волейболу. До этого наши спортсменки 2002-2003 годов рождения принимали участие только в неофициальных турнирах. И следует отметить, что на каждом из них показывали достойные результаты. Поэтому, чтобы не снижать планки во время подготовки к этим соревнованиям, девочки не щадили себя. В первую очередь, конечно, физподготовка. Это очень важно. Соревнования продлятся 9 дней с двумя выходными. Но, тем не менее, для девочек, конечно, в таком возрасте это достаточно серьезное испытание. Безусловно, отрабатывается на этом этапе подача и прием. В первом этапе первенства России обминчанки выступают в двух подгруппах. В первый же день команде «Упнинск-1» предстояло встретиться с одной из сильнейших команд турнира – волейболистками из Липецка. С самого начала для наших девочек игра не задалась. И как они не пытались догнать в счете липецких гостей, итог встречи – 0-3. С таким же результатом завершилась игра между «Упнинском-2» и командой из Белгородской области. Второй день для наших спортсменок был не менее тяжелым. Сегодня упнинские команды встречались с другими основными прецедентами на выход в полуфинал – Воронежем и Тулой. Несмотря на превосходство воронежских волейболисток в росте и технике, «Упнинск-1» вырвался вперед и одержал победу со счетом 3-1. «Упнинску-2» не повезло и в этот раз. Завтра воспитанница с Дюшор Александра Савина встретится со второй воронежской командой и спортсменками из Мичурина. Игры в подгруппах начинаются в 10.30 утра. Вход на трибуны свободный. Завершится первый этап 23 декабря. Тогда из 12 команд будут отобраны 6. Они-то и продолжат борьбу в полуфинале первенства России. Элона Микотина, Антон Кузьмин, телекомпания «Крылья».